Сергей Вячеславович, добрый день. Добрый день. Я как человек, который старается следить за наукой, и всякий, кто старается следить за наукой, обратил внимание на одну особенность. В науке, в любом направлении, будь то история, физика или изучение мозга, есть люди, которые, скажем так, не согласны с официальной версией. Один из ярлыков, который на вас навесили, это повстанец от науки. Ну, я должен сказать, что я только что это услышал, первый раз. Потому что я как раз, в отличие от тех, кто, видимо, это говорит, занимаюсь классической наукой. Той самой, которой занимались и сто лет назад, и все последующие годы. И занимаюсь классической нейроморфологией функциональной, много-много лет, нейроэмбриологией. Повстанец – это какой-то революционер, это какой-то опровергатель. Я ничего не опровергаю. Просто приведу вам один пример. Вот помните знаменитую историю в науке, в нашей, в отечественной? Ну, такой рассвет лженауки в конце сталинской эпохи. Ну, знаменитая сессия трёх академий, когда Трофим Денисович Лысенко, знаменитый гонитель генетиков, выступил и разнёс генетическую науку. Тогда, обращаю ваше внимание, государство в лице первых лиц поддержало Трофима Денисовича Лысенко. А вместе с ним ещё и мадам Лепешинскую, которая, кстати говоря, занималась ровно тем, чем занимаются сейчас любители стволовых клеток. Она подоказывала и публиковала кинограммы в своих работах о том, как живое вещество образуется из жира. Ну, ровно так, как в своё время Катерина Верфайл, директор института стволовых клеток, получила 200 типов стволовых клеток. Но потом это быстро удалило с своего сайта после создания института. То есть, иначе говоря, была официальная вот такая лженаука, официальная абсолютно. И в результате этой деятельности в стране закрылся один-единственный институт. Обращаю внимание, генетиков осуждали в тех же институтах, в которых сейчас многие эти генетики работали. Дружно осуждали и переводили такой приём, и сейчас существует, из научной в политическую плоскость. И людей по тундре, по широкой дороге. Значит, отправляли учёных, в том числе генетиков, гноили их. И эти же сейчас институты, потомки этих же самых людей прекрасно в Академии наук процветают. А закрыли один-единственный институт, в том, в котором сейчас я работаю, созданный знаменитым академиком Аврикосовым, который как раз единственный, который мог вывести на чистую воду всех этих майских, всех этих замечательных Лысенко, который занимался, собственно говоря, тем, чем занимаюсь и я. То есть вот эти, скажем так, лжеучёные, которые регулярно оккупируют научные сообщества и в нашей стране, и за рубежом, они как раз и создают ту самую полуофициальную, которую выдают за официальную науку, которая страшно боится любого рационального подхода, любого здравомыслия, которое мешает им что делать? Зарабатывают деньги. Потому что вся современная наука, это грантовая система, она построена на деньгах. То есть, а там, где есть деньги, там с моралью всё в порядке. То есть вся система науки, особенно сейчас в нашей стране, интенсивно перестроена на грантовые рельсы. А это означает, что каждые три года ты должен доказывать свою полноценную, чтобы тебе дали грант или продлили. Система отчётности всё усложняется, денег становится всё меньше. В результате, собственно говоря, это инструмент скрытого уничтожения отечественной науки. То есть никакие гранты долгоиграющие не дают. А к чему это приводит? За три года что можно сделать по грантовой системе? Написать плохую кандидатскую диссертацию или имитировать отчёт. И вот уже 20 лет отечественная наука таким образом живёт, имитируя отчёты, не занимаясь долговременными проектами, отрабатывая деньги, а не изучая процессы. Поэтому она находится в таком, скажем так, печальном состоянии. Кстати, на Западе это происходит тоже очень давно. Они давно перешли на грантовую систему, и поэтому любая находка очень сомнительная, непроверенная. Ну, напомню только некоторые. Холодный термоядерный синтез, неожиданное клонирование всех. Прошло 20 лет. Где толпы клонированных животных бегают? Скажите мне, пожалуйста. Где выращенные носы, а недавно по всем нашим масс-медиам прошли приглашения зарубежных учёных, которые обещали выращивать гортани. С ними рядом сидели очень известные учёные нашей страны, не буду называть, которые пропагандировали этот подход. Так, почему никто за это не ответил? Где гортани выращены? И много-много чего других. Там протезирование сердца, я помню. Вы выделяли огромные средства. Так, а где результат? А это всё, скажем, учёные с большими академическими справками о том, что они руководители институтов, там академики. Так, ребята, вы говорили, что классическая наука, которой занимаюсь я, это 19 век, это ерунда, этим уже заниматься надо. Где ваши молекулярные биологии, где ваши стволовые клетки, где ваши клонирования? Ребятки, не пора ли за 25 лет этой деятельности начать отвечать? Вот это такая же точно лженаука, как и во времена Трофима Дениса Челосенко. Поскольку не отличается ничем деятельность лепешинской, которая из жира появлялось живое вещество, ничем не отличается от сегодняшних стволовых клеток с того же жира, которые должны превращаться и приходить в нужный орган сами собой. То есть, это что такое? Так, ребятки, мне кажется, что лженаука это как раз то, что не даёт никакого результата. То есть, таким образом, современная ситуация в науке и в нашей, и в зарубежной, она, в общем, очень похожа. Люди зарабатывают деньги любым способом и любая деятельность, связанная с тем, что предать пиар-компанию своим научным исследованиям, любая находка раздувается как паникодила до небес для того, чтобы, первое, оправдать, куда ты дел деньги, второе, так сказать, отчитаться и желательно привлечь ещё. Поэтому, естественно, наука не только в нашей стране, но во всём мире деградирует активно. А максимальное значение получают всякие прохиндеи, которые там с воплями бегают, кричат, что сейчас мы насытим всю планету энергии, холодный термоядерный синтез будет. Сейчас мы возьмём стволовые клетки и вырастим из них носы, ухи, новые, лёгкие и прочая всякая дурь, хотя там существует так называемый хайфлик, который известен ещё с довоенных времён, на самом деле. Немцы подсчитали аккуратно, сколько раз клетка может поделиться, там 50 раз, плюс-минус немного, и дальше всё. И кроме этого, значит, если взять у семилетней овцы ядро и пересадить в яйцеклетку, то зародыша естественно не будет, он доживёт такого размера и сдохнет. Поэтому никакого клонирования, никаких стволовых клеток в понимании том, которым это рассказывают, нет. А в качестве подтверждения тут же приводит, что? Говорят, вот смотрите клетки крови. Ну, милые мои, во-первых, клетки крови каждые полгода это новый пул клеток, а во-вторых, против этого никто не спорит. Они обновляются всю жизнь, но там тоже нет единой одной стволовой клетки, что показывает генетический след. То есть, на самом деле, то есть, что получается? Наука в целом фальсифицируется во всём мире. вспомните, историю с графеном чем кончилось? Ничем. Ничем. Графен, я был ещё здесь ввести. До тех, до их отъезда. Это удачная пиар-компания. Ну, и чего? Где эти результаты? То есть, на фальсификации наука это образ, не образ жизни, это способ зарабатывания тех денег, которые в науку уделяются. Ну, сколько раз уже там собирали некоторые очень крупные фирмы с таким, странненьким значком трёхлучевым на электромобиль. где Мерседес у нас электромобиль? Сколько они объявляли мировых сборов на это? Вот, и дыне там. И таких вот очень много вещей в науке. Сколько собирали на колонирование? Там, в первый год про колонирование было там 230 тысяч работ. Но, 9 лабораторий проверили это исследование. Прямо в самом начале, в первый же год. Но, действительно, революционная вещь. Потом выяснилось, что эти англичане, как бы так помягче сказать, ошиблись немного. Поэтому, овечку доли пришлось сжечь. Потому что генетическое сравнение с ее мамой покажет, что это генетически разные особи. Чтобы таких глупостей не возникало, ее сожгли. Хорошо. Проверить уже ничего нельзя. В первый же год 9 лабораторий мировых известных, уважаемых, которыми я очень серьезно отношусь, проверили, показали, что пересадка ядра не приводит к появлению нового зародыша, что это погибает. А старые работы Гордона, который работал на лягушках, но от эмбриона пересаживал в эмбриональную циклетку, они тоже показывают, что там это даже на лягушках это, в общем, неполноценные зародыши или уродцы, или, так сказать, короткоживущие инвалиды все равно. То есть, на самом деле, технологии нет. Но с этого поживилось какое количество людей. Вот сейчас поднять гранты, поднять мои выступления 25-летней давности и сказать, вот смотрите, вот злой профессор 20 лет, 5 лет назад вам рассказывал, что из этого ничего не получится. Вы получили, вот ты 10 миллионов, ты 10 миллионов, ты 20 миллионов. Так, где клонированные животные? Ровно такая же история с стволовыми клетками. Раньше их называли фитальными и тоже обещали из них лечения от всех болезней. Сейчас уже начинают звучать очень подозрительные голоса, потому что как бы иногда люди погибают после таких прекрасных манипуляций, а там есть очень простой принцип, который любой патологоанатом, даже не окончивший свое образование, вам скажет, если возникает опухоль, что должен сделать патонатом? Найти первичную опухоль, из которой пошли метастазы. И он должен разрезать, так сказать, антомируемого гражданин до тех пор, пока не найдет. Это его работа. А если не находится первичная опухоль, это что говорит? О том, что она быстрее всего перевита, как у мышей, когда раковые опухоли перевивают, ну что, поизучать. А если перевита, это что? Это со стволом и клетками попало? Кто за это будет отвечать? И вот все больше и больше возникает таких вопросов. конечно, никто не будет исследовать, потому что в это вовлечены очень, так сказать, заинтересованные люди. Вы сейчас осиновый кол забили в официальную науку. Я не в официальную науку. Где у нас в официальной науке доказаны результаты применения стволовых клеток с доказательством того, что они приходят в нужное место и вселяются в тот орган? Где это? Где защищена масса диссертаций? Я даже присутствовал при неких, когда волосы начинают шевелиться. Но мало того, что у этих диссертантов стволовые клетки двигаются активно против тока крови, но это говорит об уровне их образования, они еще спокойно утверждают, что они приходят и вселяются в нужное место. Господа, а ведь очень легко пометьте клетки или взять генетически измененные клетки и доказать в эксперименте, что они туда приходят и поселяются. Где эти работы? За 25 лет не нашлось 20 тысяч долларов, чтобы это проверить. Не верю. Не верю. Другой вариант. Тот, кто впервые сказал о стволовых клетках, кто был патологоанатом, который вскрывал, по-моему, если мне понять, женщину, который в сердце нашел или мужчину, не помню. В общем, короче говоря, мужские и женские клетки там отличаются. У них есть особенности. И он увидел, а и перей пересаживали, переливали кровь, там пересаживали клетки костного мозга и увидел, что в сердце находятся клетки из пересаженной крови. Тогда он взял и написал статью о том, что смотрите, это вот и есть источник мышечной ткани, который произошел из пересаженных клеток крови. С чего все началось? А через два номера он написал, извините, ребята, у меня толстые срезы были и там наложились клетки, моноциты, которые еще не выбросили ядро из клета крови. И я принял одно за другое. Но это уже никого не было интересно. Тут же хирурги, кардиохирурги по всему миру сказали, «У-у-у-у-у-у-у-у!» но ты как индейцы помчались куда в банке за деньгами рассказали все вот стволовой клетки мы сейчас бы будем впукивать сердце сердечные мышцы они будут ее заменять значит это это профанация второе я не вижу в этих работах я много присутствую на ученых советах того чтоб ввели мертвую ткань убитую замораживанием оттаивания и проверили эффект сохраняется у мертвых клеток то есть это действие живых клеток или мертвые не специфической стимуляции тоже нет его 25 лет в легковерным людям по всему миру это все дело втюхивают собирая огромные деньги то есть это обман профанации жульничество совершенно в котором нет научной базы покажите научную базу я первый подпишусь под этим делом научной базы нет и чем дальше тем хуже сейчас там дали нобелевскую премию за то что изменив там четыре гена они молди японцы сделали клетки может теперь превращать по протоколу в стволовые клетки клетки любых тканей это что так прошло уже пять лет ребята где дайте мне хоть один результат и после этого мне говорят что это как сказали красиво повстанец вот повстанцы выход жулики которые паразитируют на отечественной мировой науки которые грабят легковерных граждан это хорошо если они мертвые клетки пересаживаются если живые то есть большой вопрос а что происходит с ними дальше они же весьма весьма специфические я как эмбриолог могу сказать вероятность их трансформации по онкологическому типу очень велика и даже если это доброкачественная опухоль как бы чего не вышло где эти проверки тишина в ответ правильно ли я понимаю что отсутствие научных прорывов связано именно с тем о чем вы сейчас только что рассказала конечно принять намного проще ну вот вы представьте там подписался под каким-нибудь а-ля стволовыми клетками холодным термоядерным синтезом клонирование метахондриальной днкой которая провалилась полностью отсюда никто не ответил опять ну вот и ты получаешь деньги потому что чиновники то люди непроходимо далекие мягко от науки им когда им говорят вот видите в нейчи что написано ведь в нейчи написано и написано клонирование стволовые клетки видите это западная наука а они же видят что это все написано заграничными буквами значит истина в последней инстанции вам мало нашествия наполеона вам мало нашествия гитлера кстати говоря вместе с ними приходили еще примерно 20-25 этнических групп собиравшиеся со всей европы вам чего еще хочется англосаксов получите если будете также точно относиться к этому и вот результат на читали они видят что там во всех ведущих журналах об этом говорят значит наши ученые этим занимаются занимая вот этим и надо давать это и есть передовой нарыв науки в него давать деньги это ни к чему не приводит было нас пол десятилетия протеомики так где результат где результаты мы втыкались пожалуйста в моей области посмотрим обама миллиард долларов выделил на мозги изучение мозга так где результат нету результат а это совсем недавно произошло европа миллиард долларов вызову выделил на искусственный интеллект до семнадцатому году напомню уже дал должен был создан быть и чем кончилось ничего окончилось тем что изучили теперь не задача проекта была создать модель мозга человека причем с индивидуальными особенностями в результате этого всего значит и что закончилось вот тут действительно слон родил мышь в прямом смысле этого слова они бросились изучать мозг мыша и изучили в нем дальше послушать этот анекдот 30 тысяч клеток у человек 150 миллиардов то есть им для того чтобы изучить все оставшиеся у человека особенно или хотя бы у мыши еще надо миллиардов 200 причем этот ученый директор института никакого так боже мой никакой заведующей лаборатории в институте морфоловича как я нет это директор института в швейцарии в лозанне большой большой ученый нас уж так тема ты он закатывает глазах сложный пробки но ребята вы что все сглуз удались то есть всем так понравилось воровать деньги что теперь это просто стал неотъемлемой частью научного сообщества может быть нам как-то перейти к кому-то результату то есть проблема получается мировая не только конечно мировая но вы представьте я под не говорю там еще пара ряд проектов которые многомиллиардные которые так сказать просто отсасывают все ресурсы мы там не можем минимально без обеспечить научные вещи но его приведу только один пример в прошлом году научное сообщество наше высоко квалифицированное в кавычках не дало на проект в котором меж разными учреждениями изучались чего онкологические проблемы это уму непостижимо в стране в которой открываются научные центры научные разработки в области онкологии вот я знаю просто этих людей было написано безграмотнейшие омерзительный комментарий какого-то придурка которые которыми заполняется наши сейчас научные советы по рецензированию проектов именно поэтому сейчас например высшая официальная комиссия вак который функция как раз следить за качеством работы прочее она распредел предложение прислал давайте считать кандидатов наук обещаю на западе кандидат наук это все уже достаточно чтобы стать профессором астана две диссертации вещать естественно эти неудачники которые уехали за деньгами за колбасой назад сейчас уже они там использованы как технично возвращает сюда и хотят сесть то вкусные хлебные места многие из них уже сидят на распределении денег западные люди они уже ничего никогда не сделают давайте их будем вводить с кандидатскими по нашему степенями ученые советы то есть давайте опустим нашу науку еще ниже чем она есть на самом деле а поскольку эти ребята способны в области таскать получение грант в той и уничтожим совсем вот что происходит у нас просто это очень заметно поскольку весь бюджет академии наук который надо увеличивать минимум в сто раз поскольку он составляет весь целиком все академии наук столько же сколько в каком-нибудь вонючем университеты в беркли в сша это куром на смех чем мы можем от нашей науки требовать какой какие инновации какие каждые три года грант это нелепость но по этой причине он приведу пример вот на себе я люблю про себя рассказывать хотя обычно подставляюсь таким образом меня есть пригласили на конференцию в казани до конференция пойти но знаете я с утра сижу до ночи программе то есть я далек от этого ну как я не знаю ну вот так вы что вы думаете я туда написал ролик даже с приглашением на свою лекцию там снял попросил там знакомых отправила не повесен сил то 12 будет или 13 называется стачка такая регулярная конференция там очень приятные люди руководят но потом они мне сообщили что в казани меня видеть не хотят категорически почему потому что я говорю что искусственный интеллект это вот не искусственный всякая искусственный маразм что это способ отмывания денег ну то что таким подходами ничего не решишь ну кому это может понравиться когда все ребята вовлечены в это дело мы все вот в результате я не еду на эту конференцию очень как-то мне кажется некрасиво поступили ну то есть вот классический пример там где дело касается больших средств там начинается тут же поиски кого выбора как сталинский вина врага народ они тут же переводят из научной плоскости в политическую начинает его обвинять во всех смертных грехах почему да потому что здравомыслящие люди вот в этой системе мировой которая существует абсолютно никому ну потому что тогда поэтому там есть проект например такой я вам сейчас приведу пример и вы все поймете он называется церебральный сортинг смысл проекта очень простой сделать компьютерный томограф с разрешением в один воксель микрон микрон на микрон понятно да и с его помощью можно анализировать мозг человека при жизни а у меня есть книжка называется изменчивость и гениальность которая первая версия вышла 10 лет назад она посвящена тому как изменчивость человеческого мозга соответствуют какие мозги у гениев какие у людей обыкновенных имея такой инструмент вы сможете отбирать гениев и талантов понимаете да пока пони это прорывная технология которая может быть национальной идеи поскольку вы будете заниматься не тем чем вас судьба забросила то к чему вы лучше всего приспособлены по мозгу и я как патриот обращаю ваше внимание до публикации книги ходил по всяким высоким начальникам и говорил им ребята вот у меня есть технологии вот сложилась модель физики а я разбираюсь в этих предметах готовы создать такой прибор и стоит он недорого относительно давайте сделать это будет прорывная технология в нашей стране которая позволит нам не дурацкими способами индексами атью которые в америке отправили всех умных на бензоколонки в тюрьмы а по реальным объективным конструкционном особенности мозга отбирать талантов и денег люди будут счастливы потому что каждый будет заниматься тем чему лучше приспособлен это есть человеческое счастье то есть национальная идея говорю давайте я не буду публиковать эту книжку черт с ним с моим авторством давайте сделаем это внутри страны что мне сказали мне сказали а что будет с нашими детьми я говорю ну как что по способностям но это единственная справедливость когда определяется не тем сколько денег украл твой папа это какое место он занял в социальной иерархии а в твоих способностях тогда любой человек из глубинки сконтизусть пердуновки может оказаться талантлив дайте ему условиям обучить его раз у него есть такие таланты это и будет та справедливость к которым можно жить на этой планете мне сказали а как же а вот там украли уже там по два миллиарда наши дети нашим детям и внукам хватит а что с ним будет им что с метлой на задний двор что да никогда в жизни но вы их поставили перед такой дилеммы по я выбору я предложил им эволюция всего человечества прогресс страны которые станет просто вне конкуренции но не сказали нет наши семейные колбаса дороже этой страны я не могу называть имена этих людей а надо бы а надо бы и придет время назову потому что первый тираж книжки ушел весь на запад весь и дураку понятно что эти работы ведутся и когда их же детей будут нам для них намыливать веревки они еще вспомнят об этой ошибке роковой я не настаиваю я не требую чтобы сменить на седьмой проект мы играет уже осуществляется ребята но просто если еще они потянут пару-тройку лет будет поздно вы понимаете что если нами займется не там полоумный обама а займется нами квалифицированные там специалисты в области экономики ну такие как сорос ну их отберут с помощью технологии 10 человека пришлют в эту страну это будет разрушительные силы лучше чем наш минфин тут может ничего не остаться вообще камня на камень сергей славич давайте тогда перейдем немножко к научной части вот у меня тут есть несколько вопросов которые меня попросили до уточнить у вас первый он такой даже немного смешной почему люди с легкостью верят в ложь в ложь верить очень удобно и причины не не психологические упаси вас бог и вообще психологии не занимаюсь что и уже наукой давайте сразу поговорим значит теперь перейдем к делу то есть почему ложь так легко и в науке везде хорошо проходит в чем дело дело в том что она здесь надо два слова сказать про фундаментальной особенности мозга который за который меня ненавидит за то что я об этом рассказывал причем в первую очередь меня видят те кто пользуется легковерием людей то есть те кто занимается обманом надувательством вот втюхивание всяких глупостей и прочим в чем дело наш мозг когда работает это повторю 100 миллион первый раз значит он потребляет вот интенсивно например я вам сейчас рассказываю всякие басни а вы до скрипите мозгами так что слышно нашим даже телезрителям почему потому что они не укладываются в парадигму ваш значит в этот момент ваш мозг потребляет примерно 25 процентов всей энергии вашего организма это очень много он маленький он такой то есть у вас просто череп толстый там волос полно на самом деле мост маленький такой вот так то есть и кило 300 а при этом среднем по планете а при этом но у вас побольше на тело 450 а так думаю но но вскрытие покажет ну вот при этом и 1 50 массы тела в среднем и при этом 25 процентов энергии понимаете кого соль это просто ужас но естественно вы понимаете недавнем прошлом мы не могли сетку позволить еды всегда не хватало поэтому в мозге в процессе эволюции выработался защитный механизм чтоб не думать поэтому когда вы спите или там с бутербродом во рту дремите значит у вас 9 10 процентов всего все энергии организм и вот чтобы снизить расходы энергетические организма выработал специальный механизм как бы заставить вас не думать вы же не понимаете что надо быть сохранить только для трех вещей для добычи еды для поиски самки размножения и для выпендрежь то есть доминатность все больше никакого смысла законодательствах и государства не существует все остальное это артефакты так вот для того чтобы если вы не занимаетесь этими тремя прекрасными вещами не воруете пищу не спите с чужой женой и не выпендривайтесь на ламборджине у вас во всех остальных случаях мозг борется за снижение энергии каков механизм как только у вас падает ну примерно на один процент расходы энергетический мозга с 25 до 24 например что происходит вы тут же получаете райское наслаждение вас во внутрь мозг вырабатывает собственные внутренние эндогенные канапиоиды и опиоиды вы знаете что ну что может быть слаще косячка чтобы затихнуть и избавиться от должных мыслей раньше даже не знаю не употребляю ну вот уже пора вот я шучу конечно но дело то в том что все прекрасно наши тяжелые серьезные наркотики что опиоиды что канапиоиды дело вредное но у нас внутри мозга они вырабатываются эндогенно в ответ на снижение энергетических расходов ну и что вам легче вам же легче повесить поверить в овечку доли чем на напрячь хотя бы одну последнюю прямую извилину и подумать а под этим какие-то основания есть все потому что вы верите любая вера чем хороша алгоритм почему компьютеры так плохо имитирую человек потому что они алгоритмизированы алгоритм человек который верит вот у вас написано овечка доли стволовые клетки там еще чего-нибудь митохондриальная днк ключ ко всему вы верите отлично значит расходовать энергию энергию не надо вам тут же внутри на этом построены например деятельность всех популяризаторов на улик науки я же не начать напрягаться знание не нужно ничего берешь чужую работу написано заграничными буквами пересказываешь большой ученый у нас таких 90 процентов ученых который принцип брежневских 11 углубить усилить уши ведь и прочее все вот они уши ляют углубляют пересказывая западную чушь там последней инстанции и именно это и вера она не обязательно религиозная она может быть научная вы верите например в митохондриальную днк и вот генетики 5 10 лет бегали подряд кричали махали руками пускали слюни получали огромные гранты на что на то что пара жуликов рассказала о том что все люди произошли 100 тысяч лет назад одной проматери известная шумная история на чем основана на анализе митохондриальной днк ну это же генетика это царицкая наука уже было это все союзе во времена ломоносова живород главный был тогда элемент живой материи живород вот примерно такая же история что оказалось в прошлом году опубликовано в нэйч опять написано заграничными букв очками для идиотов большая статья о том что там клетки например там не не пролиферируют у человека мозги а про митохондриальную днк был навязчив прекрасно из одной единственной клетки ловкие западные молекулярные биологи извлекли фрагменты этой митохондриальной днк из одной клетки и оказалось что там 10 вариантов геномов то есть это жульничество вообще в чистой в последней станции а 10 лет назад было уже известно что митохондриальная днк взята из мозга из печени из сердца из легких оказывается везде различные но они сказали нет мы не будем это учит а дальше глубокая вера и шум вокруг этого принес огромные деньги массе все в до ученых которые вполне все в регалиях вот вам пожалуйста вот вот это и есть собственно говоря уже наука который приносит огромные деньги ну а природа лени получается так природа лени это то что вам же хочется канабиоидов и опиоидов ну и все поэтому что человек как только наворовал много денег или заработал их честнейшим трудом и отправил своих детей в англию в оксфорд или кембридж они как стали там учиться как стали там получать прекрасное образование как из них поперли художники писатели только их не хорошо скажите а миграционный миграционная проблема сегодня которая существует европе и вообще вот перемещение огромного количества людей если вы говорите о том что мы все такие вот разные бум это угроза для старого света вопрос сколько потому что в европе примерно 600 миллионов человек правильно значит туда приползло до 2-3 миллиона ну в общем это меньше там третьи процента ну маловато конечно еще потому что там и так много всего намешано вы меня простите испании португалия они были мавританскими странами тут же север африки там их мешались и до сих пор все-таки кудрявники и чернявники ничего страшного нет но европа всегда отличалась высочайший аморальностью надо сказать потому что в европе на протяжении многих поколений выживали только люди после очень интенсивного искусственного отбора потому что европа проходила крестовые походы вообще начались в европе если кто-то не платил 10 но туда посылали там ребят из соседнего княжества они вырезали процентов 60-80 населения оставшиеся платить с этим остальных насиловали там обирали это было значит кто выживал то эти 20-40 процентов те кто умел предавал соседа сумел договориться и поделиться и вот в результате полутора тысяч лет такого прекрасного отбора значит европейцы сейчас являются собой абсолютно моральное сообщество которое готово за деньги сделать все что угодно вопрос за сколько как говорил прапорщик задов больше никаких там критериев нет поэтому все попытки морального давления социальных ценностей культурных экологических и прочее это просто способ зарабатывать той и иной группе больше там ничего нет там давно все это пройдено давным-давно все апелляции к высокой морали нравственности культуре и прочему является способом заработка и миграция ну на 600 миллионов там два-три миллиона не так уж много ничего потерпит на них и так миграция это шла но вот просто сейчас одни на зарабатывают на миграции другие на том что ее осуждают то есть это бизнес и не надо к европе относиться так серьезно слушайте все таки люди которые население которые потеряла примерно 250 грамм мозга за последние несколько десятков тысяч лет в общем достойны только сочувствия у них мозг уменьшился просто ну это факт ничего не делаешь они аккуратно исследовали себя сами ну и оказалось что потери очень велика то есть во времена появления кроманьонцев и неандертальцев у них мозг был среднем 1600 660 грамм а сейчас 1300 ребят продолжайте в том же духе у вас отличная перспектива здесь миграция в этом отношении особенно вреда не принесет пусков пока она очень маленькая но поскольку культурно-образовательный цен цен очень низок то есть условности мигрант соблюдать не будут а заставить их принудить их при плотном проживании компактном они не смогут ну значит это будет вечное раздражение таскать и вечные проблемы но может быть европейцам этого и хочет потому что у них много населения ситуация очень плохая в ближайшее время будет и экономическая и связаны с питанием и с энергетикой и конечно европейцы как я понимаю просто хотят занять свое население на борьбу с мигрантами бросить им нужен внутренний конфликт на который можно было бы списать но пусть мигранты и аборигены режут друг друга а европа власть имущие будут продолжать процветать то есть и эту функцию они в общем а дома будут выполнять к сожалению я вижу здесь долго далеко идущие эволюционно-социальные планы которые гуманизмом особым не отличаются может быть я не прав и все будет совершенно иначе если позволите спрошу о природе гомосексуализма откуда на такую природу гомосексуализма ну как дело в том что у нас если это же давно уже исследовано все это если не рассматривать аргументы гомосексуального лобби которые собственно говоря занимается прямой скрытой или открытой пропаганды свой образ жизни то а посмотреть на реальность но обычно как гомосексуализм странах которых он не приветствуется он составляет где-то около одного-двух процентов это учитывая из меньшего человеческого мозга и количество отклонений связанных с человеческим мозгом с его развитием но это практически нормально а вот там где гомосексуализм проповедуется там это цифра доходит 10 процентов например ну например сравните там иран в котором не пропагандируют там 12 процента тоже есть никто же не говорит а в германии 10 процентов поэтому немцы к этот нормально а иранской нет не нормально но но с биологической точки зрения поскольку детей от этого не бывает а с психикой бывают проблемы но вот то конечно это не совсем нормально поскольку у нас главное это репродуктивная стратегия оценивать человек по репродуктивным результатом не только потому что он таскать соту то есть если ты принадлежишь и виду гомосапиенс ну значит ты должен соблюдать некие правила игры нет так нет ну это делаю личное но есть особенности конечно мозга но которые надо специально исследовать потому что это не поддерживается попробуйте получить грант на исследование особенности гомосексуального поведения на основании мозга и вы получите по одному месту почему потому что если вы на самом деле найдете а а если это будет действительно не совсем как бы вот и все то есть а поскольку как бы это лобби достаточно развитого во всех странах они строго смотрят за тем чтоб не дай бог таких вещей не проводилось так что здесь вопрос опять таки хочу хотите в конце то еще хочет сообщества значит управляемость того что гомосексуальные сообщества этап феминистический это тоже конфликт внутри общества это очень выгодно власть имущим для того чтобы люди занимались другими вещами мать чтобы они не обращали внимание на очень важные реальные социальные проблемы здравоохранения образование социальной справедливости а занимались там например там борьбой с гомосексуализмом были наоборот за гомосексуализм от него не имеет никакого значения возможно вы слышали проблему свежую проблему она я честно говоря я не разобрался до конца проблема придумана или проблема существует с проводным беспроводным интернетом 5g как вы думаете она влияет на человека сушьтесь 4g много проблем опять же ну что ну да даже весь проводить исследование слушать его для того чтобы проверить 5g приносит вред или нет нужно вам скажу ну ну 300 тысяч долларов ну что это на фоне этого всего но чего посадили бы мы крыс контроль на одних на телефоны на этих 5g других на трансформаторы примерно с такой плотностью телефон был круглые сутки звонили потом по мы взяли этих бы крыс бы их там значит умертвили посмотрели в там 200 органов и систем 200 лет посмотрели что будет при разных срок это элементарно это любая лаборатория денег достаточно любого университета западного но это не делает почему как ты только начнешь делал тут же придут ребята вы знаете из каких фирм ну вот и тут же тебе на принесут по мешку денег по чемоданской только не это вот и все то есть это опять фальсификации науки по опять то что антинаучные занятия и в результате будет небе не менее кукареку никто ясно четко не скажет почему и у нас это можно сделать у нас же есть организации которые следят за качеством пищи за качеством по товаров и пожалуйста какие проблемы то есть пока нет данных до вреде и не будет никаких данных потому что для этого нужно выделить деньги для того чтобы выделить деньги значит да если не дай бог пока что 5g или 4g про сотовые телефоны вредны по-настоящему прикроется гигантская лавочка кормушка и для чиновников которые берут откаты и фарм и фирмы которые и фармфирмы которые будут лекарства продавать чтоб тебя лечить после того как ты заболеешь это гигантский бизнес который живет на том что люди если бы забыли повышает заболеваемость по той или иной болезни там на два процента фармфирмы просто начинает богу молиться чтобы это продолжалось чего вы взяли что кто-то заинтересован чтобы вы были здоровенький долго жили у вас хорошо работал 5g 5g это бизнес в первую очередь а все остальное а мы являемся биологически сменяемый материалом который самовоспроизводится балбес но и отлично самовоспроизводящийся биологически расходный материал который приносит деньги вот такое отношение и есть больше никакого другого не дождетесь ну что ж на это мы тогда и закончим на этой печи на нутес